итак друзья всем привет сегодня 1 декабря 2022 года ну что ж календарная зима у нас настала и сегодня я приехал на пасеку хотел бы посмотреть еще раз проконтролировать свои пчелосемьи как они зимуют все ли у них в порядке посмотрим здесь на воле сходим в зимовники еще раз убедимся все ли у нас в порядке для зимовки наших пчелосемьи все ли я сделал правильно фактически можно потом до конца декабря не подходить к этим всеми ладно сейчас меня беспокоит вот это пчелосемья это семья находится у меня в улье сибири кто смотрит мой канал видели как я заселял как что здесь я полностью не закопал этот улей под снег так как у меня там мы сами уже сделали до сетка такой квадрат выпилили поставили сетку и гнездо сформировали как бы в двух корпусах но хотелось бы еще обратить на это внимание то что здесь был посажен рой матка поменяна да кстати менял тут матку не с первого раза они ее приняли так что получилось что семья пошла в зиму на воле не супер пупер какая-то там сильнейшая а вот сильные семьи у меня вот в улях рута там руты в улях по пау там сильные полноценные семьи за них я совсем не переживаю да кстати вот тоже улей бейн хаус рядом стоит рут тут тоже слабенькая семейка слабенький райок скажем тут сидит и тоже но сетка чуть-чуть я прикопал снежком потому что мне писали комментарии зачем закапывать у ли если у них есть до сетка да затем ребята семьи слабые и я нахожусь не в южном регионе здесь у нас на урале суровые зимы пол ноября у нас пожалуйста была температура двадцать шесть двадцать семь утрами так что вся зима еще впереди а она только началась сейчас 1 декабря ну давайте посмотрим я хочу посмотреть все ли там в порядке показать вам друзья здесь литовки они стал открывать чтобы посидится не тревожили так как сетка но все тут видите к сосули на здесь так как не увидим а прогревала солнце и таяла на крышке таял на крышке снег стекал и тут же замерзал превращаясь вот такую сосульку посмотрим как у них тут все здесь у нас вентиляционное окно есть аккуратно осторожно не стукать раз и готова вот так вот все выглядит сверху так показываю ребята вот такой вот вкладыш вы выпилили в днище улья и поставили сетку ну здесь получается примерно 15 на 25 сантиметров вот такое окно выпилили ну посчитали что достаточно так вот здесь видим изморозь вентиляцию здесь не делал верху вот изморозь все-таки эти пары пытается проникнуть через верх через верх выйти так смотрите заставная доска 1 завтра нас засада доска 2 получается у меня 5 рамок вверху пчелу я вообще не вижу но слышу пчела там где-то гудит так смотрите друзья у меня получается как бы внизу то же самое сделано и как в дупле получается узко высокое гнездо смотрю вот на эту изморозь и где она вот честно говоря вот совсем не нравится смотрите совсем не нравится хотелось бы чтобы это изморозь конечно выходила полностью из улья но вот эти вот карманы скажем так они тоже дают большой плюс для зимовки какая-то здесь не влага выходит ну чтож это все эксперименты закрываю то я все таки вот все таки вот хочу все равно немножко сделать какую-то вот ну небольшую хотя бы вентиляцию ну чтож небольшая вентиляция думаю не помешает пусть она будет это все эксперименты так вентиляционные окна с двух сторон находятся под крышкой пули видите влага выходила превращалась изморозь ну в общем что хочу сказать сделал сейчас вентиляцию небольшую оставляя все как есть дальнейшем вам наблюдать как она перезимует эта семья в этом улье ну что тут вот хули и рута говорил слабенькая семья ну не знаю что то можно сейчас скрою может что-то и посмотрим что-то и покажу если получится что-то мне показать вам вот ребята вот смотрите оставил я кормушку и что ж вот продушины отсюда выходит у меня влага видите сколько изморозе изморозь в общем в то есть та же влага выходит сюда и остается в кормушке да изморозь вот она есть а вот видите вот так находится нас пчелосемья смотрите лед лед ребята лед 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 видите там внизу сетка изборозь на стенках улья имеется и вот так вот пчела вверху корма в достатке все вот так вот сидит у передней стенки ну вот таком состоянии сейчас пчелосемья улья рута пчелы живы здоровы оставляем все как есть ничего больше делать не буду ну конечно сейчас один улья рута покажу все открывать не буду ребята на крышке сантиметров 15 снега так начинаем с крышки изборозь здесь имеется здесь немного вот такие вентиляционные окна они обязательны потому что излишняя влага выходит здесь тоже окна есть сетка стоит но как правило сильные морозы вентиляционные окна замерзают синим так вот так вот выходит у меня влага сюда вот это вот есть вентиляция отогнуто все на стенке улья изборозь есть а пчелы 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 вот так вот находятся здесь печатный мед вы тоже наблюдаем пчелы зимуют я считаю все прекрасно все хорошо ну что все больше показывать ничего не буду вот так вот проходит у меня в этих ульях вентиляция есть пчелы на месте ну что ж друзья я взял с собой лопату так как хотелось мне еще немножко где-то подкинуть снегу имеем вот такие вот щели вот видите щели ну буквально небольшие щели просто я хотел подзакидать еще немножко снегом и быть спокойным и можно не подходить к этим семям уже как бы снежный покров уже такой неплохой у нас на урале ну и все это уже я два раза засыпал и это сейчас немножко третий раз все подработаю и достаточно ну и все друзья подработал пули потом еще там у меня которая есть руты под закидаю так еще как показывал как приходит ко мне заяц в данный участок ну все вроде бы все где были в общем щели где мог бы попасть заяц я как бы задел ну буквально прошла неделя пока что заяц сюда на участок у меня не заходил ну это большой плюс потому что здесь у меня все-таки я бы не находятся а мне их сюда не надо зайчиков чтоб не повредили ну вот папа ушки посмотрим ну чтож папа ух но сетка снегом не заваливаю выйти и тут там 6 работник тоже не заваливает там тоже одно сетка так расположение клуба смотрим вот таким образом корма знаешь что у них в достатке по углам имеется лед капельки воды я вижу это все как бы по краям все по краям по все по краям это нормальное явление чуть-чуть вот здесь его корка льда промерзает то что мороз этого уральские все-таки но потепление будет когда это все как бы растает и вытекет из улья ну в общем в пленку не буду открывать я думаю 7 все видно вот так расположен клуб ну эти улья показать не будут там такая же ситуация также клубы сидят все прекрасно все нормально да еще по шести рамочнику хотелось бы показать тут тоже небольшой эксперимент проходит видите изморозь здесь заглушка убратая с этой стороны видите все как затягивать изморозью и с этой стороны сейчас потеплело у нас на урале вот сетка вот и вентиляция а это ребята у меня стоит кормушка кормушка для того чтобы излишняя влага изморозь вся оставалась кормушки ну и небольшая вентиляция вы видите она сейчас морозы это вентиляция не работала изморозью заделывая все можно было не ковырять оставить как есть здесь тоже получаться как бы узкого высокое гнездо но здесь у меня 6 рамок здесь внизу 6 рамок вверху корпус на корпусе как что там пчелы у меня залили медом все я не знаю но семья пошла зиму вот таким образом весной будем смотреть состояние пчелосемьи и так сейчас мы зашли зимовник это мой самый маленький зимовник посмотрим как здесь обстоят дела до дела я считаю прекрасно и каждый пчеловод имеет хорошие зимовники в которых температура может сохраняться от 0 до плюс четырех как пишут по книгам это у меня получается как бы надземный зимовник пчелосемьей мало они друг друга обогреть не могут в этом помещении так на улице морозы приходится использовать естественно обогреватель с термодатчиком от 0 до плюс четырех так сейчас температура здесь находится минус 1 градус прекрасно так здесь у меня улей рута как у нас сидят пчелки вентиляция у нас через заднюю стенку единственный улей рута занес зимовку сюда в зимовник это небольшой райок был но в принципе он развился прекрасно прекрасно так пули сибири 10 рабочих здесь полностью до сетка экспериментальная вверх закрытый полностью вентиляция как бы через низ а вот наши пчелки сидят не шевелятся все у них хорошо все прекрасно я считаю все хорошо ну что ничего тут больше делать не надо вот я только для вас ребята загибаю положки пчел и показываю вам зимовку как они сидят а так ну что их смотреть если вы знаете что у вас семьи имеет хорошие кормовые запасы зашли ну буквально зашли в зимовник но посмотрели температуру 0 градусов плюс минус 1 нормальная температура все что здесь делать делать здесь больше ничего это только ради вас ребята я вам немножко показываю ну здесь больше я ничего делать не буду пусть пчелы зимуют сейчас пчелы не так сильно возбуждается если сравнивать по весне вот весной там действительно нужно контролировать зимовники и пчелки там уже больше реагирует на все вот эти вот потепление зимовники не часто уже возбуждается ближе к весне а сейчас ну что ж 1 декабря сегодня итак друзья это зимовник номер два здесь вот так вот находится для пчелосемьев три яруса подходов проходов никаких нету все то так компактно все составлено до самой весны в общем мы знаем что у меня кормовые запасы есть я спокоен температуру посмотрел ну 0 градусов все прекрасно так для мышек корма немножко остались брикеты зерновую смесь растащили ладно добавим потом ну а как зимует я думаю прекрасно зимует ну что ж вот пчела впереди стенки находится корма в достатке ну вот тоже впереди стенки кормов видим достатке все хорошо все прекрасно но еще экспериментальный улей 60 рамочник так проводок у меня в гнезду опущенный в клуб так в клубе плюс 20 влажность тоже в клубе показать вот 58 ну вот так находится семья у нас экспериментальная пчелы в достатке чуть не во всех улочках я ее вижу сильная семья и так друзья в общем показал в пару зимовника в первый зимовник там самый большой там где в четыре яруса я не пойду там ребята такая же ситуация не будем ходить и лишние похождения зимовник делать не буду потому что там все то же самое та же температура все также происходит сейчас сходим в подпол дома посмотрим наши ловушки так друзья сейчас я зашел в тамбур дома вот так хранятся у нас сотовые рамки здесь и минусовая температура и здешняя моль естественно вымерзает так вот такие рамочки имеем у себя на пасеке прекрасного сота сот его такими рамочками мы продаем ссылка там все внизу есть можете заказывать сот у нас ребята в достатке еще есть это не все конечно у нас что-то не продадим все это уйдет потом весной пчелам раздадим и все ну вот находимся в подполе дома смотрите друзья что я сделал вот этот баннер я смотрел чел там как бы влага была на этом баннере 8 что сделал закатал на одну сторону баннер в каждой ловушке и так половичок деревенский тканый разложил вот так вот и все где-то там шумят пчелы я тут ничего не вижу температура эти ребята ну минус один наверное показывает около нуля минус один прекрасно так вот здесь сижу пчела есть так с этой стороны где-то там внизу да вот тут у передней стенки видел пчела в общем все так закрываю здесь еще термометр туда здесь минусовая температура уже показывает холоднее тут помещение не отапливается у нас а вот и пчелка вот пчелка тоже у передней стенки ну что друзья вот так вот зимует мои пчелки конечно в этих ловушках пчелы не так много потому что это прилетные раи в общем сейчас вот такие вот дела у меня на пасеке пусть наши пчелы зимует продолжает зимовать так как пришла зима 1 декабря но а пчел это у нас уже весь ноябрь половина октября они уже были зимовки зимовали не облетывались так что у пчел зимовка продолжается как все будет происходить дальше попытаюсь иногда снимать показывать рассказывать ну на этом общем видео ребята заканчиваю подписываемся на мой канал на канал дзен где купить наш мед ссылки там все внизу заходите заказывайте а так все друзья пока хорошие зимовки вашим пчелам до встречи пока пока а